Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров. А спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабао Лука Жамкула прошел чемпионат Кыргызской республики по борьбе с самбо. И сегодня мы вам покажем финальные поединки соревнований по боевому самбо. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает «Вилла-отель». «Спортплощадка»! 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 Итак, во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула прошел чемпионат Кыргызской Республики по боевому самбо. И сегодня мы с вами посмотрим финальные схватки этих соревнований на ваших экранах. Висовая категория до 53 килограмм. Здесь встретились Тимур Аскарбеков в красной куртке и в синей куртке Радбек Нурмаматов. Ну вот мы видели, что Тимур Аскарбеков заработал 2 балла и схватка продолжается в стойке. В боевом самбо у нас 8 весовых категорий. В отличие от спортивного. В спортивном самбо принимают участие, конечно же, еще и девушки. Поэтому в спортивном самбо 15 весовых категорий. И можно отметить, что в этом году впервые соревнования по самбо чемпионат Кыргызской Республики проходил в течение трех дней. И это, конечно же, лучше. Потому что если раньше в течение двух дней проходили соревнования, то они поздно завершались. Очень много участников было. А вот в этом году решили сначала сделать отбор по регионам. И на чемпионат страны приехали действительно только сильнейшие спортсмены. Ну и тем более, что на три дня были разделены схватки. И поэтому, можно сказать, соревнования прошли на очень высоком уровне. Четыре балла зарабатывает Харат Бек Мадумаматов и переходит на удержание, которое принесет ему дополнительные очки. В настоящее время федерацию самбо Кыргызской Республики возглавляет Азиз Ибраев, который делает очень многое для развития и популяризации этого вида единоборств у нас в Кыргызстане. Ну а вообще, если вспомнить историю, то развитие самбо в нашей стране началось в 60-е годы прошлого века. И тогда спортсмены занимались в основном в секциях спортивного общества «Динамо». Ну ни для кого не секрет, что борьба самбо как прикладной вид спорта входила, так сказать, в подготовку физическую сотрудников силовых структур, сотрудников МВД, Минобороны, КГБ и так далее. Ну и вот поэтому именно в спортивных обществах «Динамо» сначала развивался этот вид спорта. В 70-е годы одними из первых тренеров по самбо в городе Фрунзе стали братья Александр и Владимир Жулдыбины. Затем были у нас Роман Ким, Савелий Галкин. Ну а в 1976 году в город Фрунзе из Чувашской АССР приехал Николай Петрович Михайлов. И с этого момента как бы новый толчок получила самбо у нас в Кыргызстане. В 1977 году был избран Руслан Искенов президентом Федерации самбо. А в 2002 году Руслан Сардебаевич дал свои полномочия Нурлану Таканоеву, который около 20 лет руководил нашей федерацией. Ну а с 2019 года Федерацию возглавил Азиз Ибраев, который и является президентом по настоящее время. Итак, продолжается у нас финальный поединок весовой категории до 53 килограмм. Сразу скажу о том, что бронзовым призером в этом весе стал Сеймык Аделбеков, студент Кыргызского национального университета. Итак, Радбек Нурмаматов работает первым номером. Как мы видим, занимает центр ковра, готовит атаку. Ну и вот, в принципе, его удар достиг цели. Еще один удар прошел в голову соперника. Ну, как вы знаете, в боевом самбо присутствует как ударная техника, так и борцовская. Вновь вышел за ковер Тимур Аскорбеков. Получит он сейчас очередное замечание. Один балл записан в актив Фарадбека Нурмаматова. Ну и, оказывается, это уже третье замечание было у Тимура Аскорбекова. Три раза он выходил за пределы ковра, но в таком случае спортсмен снимается с соревнований. Ну, а мы давайте посмотрим атаки в исполнении спортсменов. В итоге победа Радбека Нурмаматова, который становится чемпионом страны 2022 года в категории до 53 килограмм. Следующая весовая категория до 58 килограмм здесь встретились Усон Уолу Мурзабек. Он в красной куртке и в синей куртке Нурлан Уолу Арзат. Ну, мы видим, в атаке был Арзат, но результативных баллов не заработал. Вышел за пределы ковра Мурзабек. Ну и схватка продолжается в стойке. Вот мы видим, что Эрзат провел атаку, но вновь, по-моему, здесь не было результативных баллов. Вновь вышел за ковер борец в красной куртке и схватка продолжается в стойке. Ну, вот мы видим, что Нурлан Уолу Арзат пытается набрать очки в стойке. Демонстрирует нам боксерскую технику. И вот здесь неожиданно прошел он влоги и заработал 4 балла, проведя вот такой борцовский прием. Пытается Эрзат перейти на удушение, но схватка остановлена и будет продолжена в стойке. Но если вспомнить о боевом самбо, то этот вид единоборств был презентован зрителям в 1994 году в рамках Кубка мира по борьбе самбо во Всемирной академии самбо в городе Кстова. Но мы видели, что Арзат пытался провести прием, но контратаковал его Мурзабек и в итоге борец в синей куртке попал на удержание. Но, тем не менее, по баллам пока он ведет. Так что, довольно интересный поединок мы с вами наблюдаем. Сейчас будут, наверное, спортсмены поставлены в стойку. Да. Ставятся спортсмены в стойку и бой будет продолжен уже в стойке. Ну, так вот, презентовано боевое самбо было в 1994 году. Российскими спортсменами были проведены финальные поединки международного турнира по боевому самбо. И вот во время этих состязаний мировая самбийская элита впервые увидела и высоко оценила спортивные поединки по боевому самбо. Это и можно было назвать, эту дату можно назвать, днем рождения, так сказать, боевого самбо, днем рождения нового вида спорта. Ну и в настоящее время боевое самбо, как вид спорта, признано на международной арене. Делает замечание рефери на ковре Мурзабеку и бой продолжается. Ну и в настоящее время боевое самбо входит в ряд различных комплексных, так сказать, мероприятий. В рамках всемирной универсиады есть этот вид спорта. В 2018 году в рамках азиатских игр присутствовала самбо. Так что потихоньку этот вид спорта завоевывает популярность во всем мире. Уже и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Африке начали заниматься борьбой самбо. Так что постепенно Международная Федерация ФИАС насчитывает все больше и больше участников этого вида спорта. Ну и также, наверное, стоит отметить, что у нас в Кыргызстане боевым самбо в основном занимаются на юге нашей страны. Это Джалабад, Ош, Кожелкия, Баткен. Именно из южных регионов у нас в основном боевики, так сказать, спортсмены, которые выступают по боевому самбо. Ну и также можно отметить, что выступают они практически два, может три года. Дело в том, что после того, как ребята зарекомендуют себя в этом виде спорта, в боевом самбо, на чемпионатах страны, на чемпионатах Азии, на чемпионатах мира, потом они переходят в ММА. Конечно же, смешанное единоборство сейчас в мире пользуется бешеной популярностью. Ну и ММА также еще может привести, так сказать, и доходы, и всемирную известность. Ну и, конечно же, самой успешной организацией смешанных единоборств является UFC, где в настоящее время выступает наша Валентина Шевченко. Поэтому вот спортсмены, которые выступают в разделе боевое самбо, становятся чемпионами страны, пару лет выступают, выезжают на чемпионаты Азии, мира, ну и затем уже переходят в смешанные единоборства. Итак, Нурлан Улу-Эрзат провел болевой прием на руку сопернику, сдался Усун Улу-Эрзат, и таким образом Эрзат выиграл этот поединок. Ну а мы давайте посмотрим атаки в исполнении спортсменов. Здесь 4 балла заработал Нурлан Улу-Эрзат, но здесь уже контратакует Усун Улу-Мурзабек и ловится его соперника на удержание. Но это еще одна атака в исполнении. Эрзата, которая принесла ему 2 балла, даже не Эрзату, а Усун Улу-Мурзабек в том моменте заработал 2 балла, сумел поймать соперника на контратаке. Но в принципе мы посмотрели с вами довольно интересный поединок, который изобиливал интересными атаками спортсменов и продемонстрировали нам Эрзат и Мурзабек различную технику и боксерскую в стойке, и борцовскую, так сказать, в партере. Итак, Нурлан Улу-Эрзат становится чемпионом Кыргызстана в категории до 58 кг, а бронзовым призером в этом весе стал Улан-Бекулу Арсен, представитель города Жалабак. Следующая весовая категория до 64 кг здесь встретились Саяк Бараканов, он в красной куртке и в синей куртке, Жалабашбек Балбаев. Саяк представляет город Чолпуната, и вот, наверное, он один из немногих спортсменов, который уже на протяжении довольно долгого времени занимается борьбой самбо и, так сказать, не предает этот вид спорта. Если говорить о Саяке Бараканове, можно отметить, что он является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2013 года по спортивному самбо, серебряный призер чемпионата страны 2014 года, победитель международного турнира памяти воина-интернационалиста Виталия Гордеева 2015 года, бронзовый призер международного турнира категории А на призы Аслаханова 2016 года. Ну, вот мы видим, что Саяк зарабатывает 2 балла, пытается, по-моему, на удушение перейти, но выходит за пределы ковра спортсмена, и схватка будет продолжена в стойке. Также Саяк является чемпионом Кыргызстана 2018 года по спортивному самбо, победитель международного турнира памяти Виталия Гордеева по боевому самбо 2019 года, серебряный призер Кубка мира Мемориал Анатолия Харлампиева 2020 года. То есть начинал Саяк Бараканов со спортивного самбо, и потом вот потихоньку переключился на боевой раздел. Соперник Саяка Жалдожбек Балбаев представляет команду СОБР Министерства внутренних дел. Ну, сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Чингис Бекматов, город Джалабад, и Турадбек Уму-1, город Бишкек. Итак, в стойке продолжается у нас поединок. Внимательно спортсмены смотрят друг за другом. Пытается Жалдожбек Балбаев на лукики нанести, но вот поймал на этом движении своего соперника Саяк Бараканов, заработал 4 балла, проведя этот бросок, и сразу Саяк перешел на удержание. И пока Жалдожбек Балбаев ничего не может предпринять против опытного Саяка Бараканова. Итак, 2 балла еще зарабатывает борец в красной куртке, и в итоге становится победителем этой финальной складки. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении спортсменов. Ну, отсюда по всему, Жалдожбек Балбаев занимался или кикбоксингом, или тайтсингбоксом. Ногами он пытался пробить его лукики, и в голову нанести удар, но все-таки опытница Як Бараканов его, так сказать, перехитрил и стал победителем этого поединка. Следующая весовая категория до 71 килограмма. Здесь встретились Замирбек Курманбек, он в красной куртке и в синей куртке, Алайбек Умотов. Курманбек представляет город Жалабад, является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2021 года. Алайбек Умотов представляет город Ош, является серебряным призером чемпионата страны 2021 года. Бронзовыми призерами в этой весовой категории до 71 килограмма стали Жанабек Улу Саймык, спортивный клуб Барс, и Турозбек Улу Баяман, Свердловская, СД Шор, спортклуб Заря. Итак, весовая категория до 71 килограмма, финальная схватка. Но если вспомнить успехи наших самбистов в прошлом году, то можно отметить, что на самом, так сказать, важном турнире в календаре самбистов на Кубке мира Мемориал Анатолия Харлампиева 2021 года, который проходил в Москве, серебряными призерами стали Жонусулу Низанбек в категории до 71 килограмма и Эламан Гинджибаев в категории до 88 килограмм. И бронзовыми призерами стали Даниэль Осеков в категории до 58 килограмм, Жанабек Улу Саймык в весе до 64 килограмм и Манас Имаров в весовой категории до 88 килограмм. К сожалению, золотых медалей у нас не было, но, как я уже сказал, было у нас два серебряных и три бронзовых призера. И вот благодаря этому мы заняли четвертое командное место после России, Казахстана и Узбекистана. Обоим спортсменам было сделано по замечанию за пассивное ведение поединка. И схватка продолжается в стойке. Ударную технику пытается нам продемонстрировать Алаебеку Мотов. Работает первым номером. Ну, пока что-то долго находятся. Спортсмены в разведке к активным действиям не переходят. Ну и, видимо, ждут ошибок друг друга. Первый никто атаковать не хочет. В партер тоже не переходят. Вот, как я уже сказал, демонстрируют нам они ударную технику. Вполне возможно, что базовым видом спорта у обоих спортсменов является бокс. Ну, вот мы видим прекрасную атаку в исполнении Алаебека Умотова. Довольно, так сказать, технично он прошел в ноги своему сопернику. И, видимо, что-то с экипировкой рефери на ковре остановил схватку. А вот на ваших экранах президент федерации самбо был Азиз Ибраев. Итак, проведена экипировка Курманбека в порядок. И бой продолжается. Два балла зарабатывает спортсмен в красной куртке. И пытается развить свое преимущество. Но здесь уже, по-моему, за пределами ковра было это действие. Ушли, так сказать, судьи на совещание. Ну, и, по-моему, два балла здесь должно быть записано в актив. Да, два балла записано в актив за Мирбекулу Курманбека. И один балл на счету Алаебека Умотова. Видимо, что-то не по правилу сделал Курманбек. За что и был наказан одним штрафным баллом. Ну, и теперь Алаебеку Умотову нужно что-то предпринимать. По-моему, он проигрывает по очкам. Поэтому, как мы видим, пошел он сразу же после свистка в атаку. И пытается провести результативный прием. Ну, в принципе, за Мирбекулу Курманбек тоже, так сказать, не отстает. Попытался в ноги пройти, не получилось. Еще один борцовский прием пытался нам продемонстрировать Курманбек. Вновь не получилось. А это уже атака в исполнении Алаебека Умотова. И вновь, по-моему, экипировка борца в красной куртке не в порядке, а нет. Кровь там пошла носом у Курманбека. Была оказана ему медицинская помощь. И бой продолжается. Вот, как я уже сказал, в этом году перед чемпионатом страны были проведены по регионам предварительные соревнования. Определялись лучшие, которые получили право выступить в чемпионате Кыргызской республики. Вот, скорее всего, видимо, поэтому мы увидели на этом чемпионате довольно много интересных и красивых поединков. И действительно, здесь собрались самые сильнейшие. И так, по-моему, на болевой пытается перейти Алаебек Умотов. И в итоге, не болевой, на удушающий перешел Алаебек. И в итоге, как говорят спортсмены, заснул. Спортсмен в красной куртке, Замербек Умни Курманбек. Ну, ничего страшного не произошло. Такое бывает. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении спортсменов. Ну, просто вот, когда спортсмен чувствует, что уже дыхание, так сказать, перехватило, когда берут его на удушающий, он должен, так сказать, вовремя постучать по ковру. А вот некоторые до последнего пытаются продержаться и не замечают, как засыпают. Ну, здесь, конечно, судьи должны внимательно смотреть за спортсменами. Ну, и в итоге победа Алаебека Умотова удушающим приемом. Следующая весовая категория, до 79 килограммов здесь встретились. И Резбек Заиров, в красной куртке он, и в синей куртке Дайербек Каряев. Резбек представляет команду СОБР, Министерство внутренних дел. Дайербек представляет команду Ленинской, СДУ ШОР. Об Резбеке Заирове ничего сказать не могу. А вот Дайербек Каряев является чемпионом Кыргызстана 2021 года, чемпионом Азии 2021 года. Итак, мы видели атаку в исполнении Резбека Заирова. Заработал он 4 балла. И схватка будет продолжена в стойке. Приводят экипировку Дайербека в порядок. Видимо, шлем расстегнулся. А это вот Резбек Заиров на наших экранах. Но приведена экипировка в порядок, и поединок продолжается. Вот удар в исполнении Дайербека Каряева, и в глубоком нокауте оказался Резбек Заиров. Бросился он на Дайербека. Это, конечно, делать не стоит. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении спортсменов. Здесь 4 балла заработал Резбек. А вот здесь как-то отчаянно бросился он на своего соперника. И в итоге хорошо встретил его Дайербек Каряев и стал чемпионом Кыргызстана. Проведя вот такой довольно эффектный прием. Бронзовыми призерами в этом весе стали Ашим Улу Багдалок в Собор МВД и Сапарбек Улу Эрназар в городе Нары. Следующая весовая категория до 88 кг. Здесь встретились Эркебай Улу Бектен. Он в красной куртке представляет город Ош. И в синей куртке представитель города Жал-Лабад Нур Султан Тайлаков. Ну и сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Бектур и Дрисов Жал-Лабад и Суэтбек Улу Беринбек Чолпон Ата. Итак, финальная схватка весовой категории до 88 кг. Выходит за пределы ковра Нур Султан Тайлаков. Делает ему первое замечание. Сразу отмечу, что в весовой категории до 98 кг. финальной схватки не состоялось. В итоге победителем был признан Бек Назар Жеймарзаев. Жал-Лабад серебряным призером стал также представитель Жал-Лабада. Бек Болсун Керембеков. Ну, насколько я понял, оба спортсмена являются родственниками. И вот не захотели они, так сказать, биться между собой в финале. Ну, такое тоже можно понять. Ну, а бронзовыми призерами весовой категории, точнее, бронзовым призером весовой категории до 98 кг. Стал Макс Атперматов. Итак, продолжается у нас бой. Весит до 88 кг. Нурсултан, работают пока спортсмены в стойке. Небольшое преимущество в росте имеет Нурсултан Тайлаков. Ну, соответственно, если он выше ростом, подлиннее у него руки. И, конечно же, стоило бы ему поработать с дистанцией. Потому что ему легче достать, благодаря своему росту своего соперника. Но, как мы видим, пока ничего не предпринимает борец. Боец в синей куртке. А вот здесь наносит он удары, но уже за пределы ковра, так сказать, вышли спортсмены. Должны сделать замечание Нурсултану Тайлакову. Все-таки уже за пределами ковра он наносил удары. Ну, а Аркебай и Биктену нужно, соответственно, разрывать дистанцию. Подходить ближе к своему сопернику, чтобы нанести удар. Ну, пока, как мы видим, ни один, ни другой спортсмен не хотят переходить в атаку. Делает замечание рефери на ковре Биктену за пассивность. Ну, и если Аркебай и Биктен не может подойти к своему сопернику, скорее всего, ему нужно попробовать борцовскую технику, пройти в ноги. Ну, вот в корпус проходит борец в красной куртке своему сопернику. Но здесь обороняется Нурсултан Тайлаков. И выходят спортсмены за пределы ковра. Бой у нас продолжается в стойке. Итак, что у нас было еще в прошлом году? Кубок мира у нас был по профессиональному боевому самбо в Санкт-Петербурге. И вот там у нас была золотая медаль весовой категории до 68 килограмм. Ее завоевал Манас Абдаким Иолю. Также было у нас там два призера веси до 90 килограмм. Аделет Акматов стал серебряным призером. А в категории до 62 килограмм Бекназар Куштарбек Оулу стал бронзовым. Ну и четыре, три медали, точнее четыре медали было у нас на чемпионате Азии 2021 года, который проходил в столице Узбекистана Ташкенте. Чемпионом Азии весовой категории до 79 килограмм стал Дайрбек Карияев. Ну вот бойсовое участие мы с вами посмотрели. Серебряными призерами стали Тимирлан Токторбаев в категории до 71 килограмма и Нурисбек Бекбергеев в категории до 88 килограмм. Ну и бронзовую медаль завоевал в весовой категории до 98 килограмм Бекболцун Керембеков. Вновь вышел за пределы ковра спортсмен в синей куртке. Один балл записан в актив Эркибай Оулу Бектена. Уже, по-моему, второе замечание получает Нурсултан Тайлаков. И если в третий раз выйдет он за пределы ковра, то ему будет засчитано техническое поражение, насколько я понимаю. Вот он выходит за пределы ковра. И что-то вот Харифери на ковре ему объясняет. Ну, здесь, видимо, в борьбе был выход за ковер. Поэтому не было замечания фанебистов в синей куртке. Ну, вот здесь, по-моему, нельзя было наносить удар в партере. В партере удары запрещены. За это могут снять. И, в принципе, так и получилось. Снимается с соревнований Нурсултан Тайлаков. И чемпионом страны становится Эркебай Глубюк Тэн из города Ош. Ну, и заключительная весовая категория. Супертяжелый вес. Свыше 98 килограммов. В красной куртке Таласбек. Нуралиев в город Жалабад. И в синей куртке Кубан Эджбек. Эрисбаев в команда СОБР МВД. Таласбек является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2021 года. Ну, и сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Афтандиль Оуну Каласбек, спортивный клуб Барс. И Бактабек Оуну Исламбек, город Кызыл Киян. Ну, и еще одни старты были в прошлом году. Это чемпионат мира. Проходило в Ташкенте. Ну, и в итоге, по-моему, один из тех редких случаев, когда ни в спортивном, ни в боевом разделе у мужчин медалей завоевать не удалось. Но без медалей мы все-таки не остались. Бронзовую медаль чемпионата мира завоевала Абду Малик Кызе Самара, выступавшая в категории до 50 килограмм. И вот таким образом Самара стала трехкратным призером чемпионатов мира. Итак, в нокдауне оказался Кубан Ачбек Резбаев. Что решит рефери. Четыре балла записывается в актив. В актив Таласбека Резбаева. Еще один балл. Но этот балл был записан в актив Кубан Ачбека Резбаева. И бой продолжается. Ну, конечно, довольно ощутимое, по-моему, преимущество в весе имеет Таласбек Резбаева. Пытается, вот, Кубан Ачбек пробить Талалу-Пик. Ну, вот. Ударную технику демонстрируют нам спортсмены. Ну, здесь, конечно, каждый удар может стать последним. Все-таки супертяжелая весовая категория. Останавливает рефери бой. И решает судьи, как здесь поступить. Ну, и в итоге победа Таласбека Резбаева все-таки выигрывает он этот бой. И становится чемпионом Кыргызстана в 2022 году. Субтитры сделал DimaTorzok Мы желаем нашим самбистам успешного выступления в этом году. А сегодня у нас в гостях президент Национальной Федерации Самбо Кыргызской Республики Азиз Ибраев. Здравствуйте, Азиз. Прошел у нас чемпионат Кыргызской Республики по боевому самбо. В этом году, на мой взгляд, зал был шикарно оформлен. Людей не так много было. Ну, то есть, вообще по-новому как-то провели соревнования. Это новая команда начала работать? Ну, и это и новая команда. И та молодежь, которой мы доверили, руководство национальной сборной, они набираются опыта. В условиях пандемии, это с середины 2020 года по нынешнее время, мы обеспечили явку на международные спортивные соревнования почти 300 спортсменов. И благодаря этому, ну, ездят и тренера, они видят изменения в связи с олимпийским признанием самбо. Они видят новый уровень организации соревнований, да. Они видят, насколько вырос уровень наших коллег, других национальных сборных, таких знаменитых, как спортивные борьбы, других видов борьбы. То есть, там, я думаю, уровень растет в Кыргызстане повсеместно. Ну, вообще, стоит отметить, что боевое самбо у нас на порядок выше стоит, чем спортивное самбо. Ну, и результаты на международной арене у наших боевиков выше. Почему? Ну, есть такое предубеждение, что получить медаль в боевом самбо легче, чем в спортивном. Да, в спортивном есть большая конкуренция в весах. Например, если возьмем тяжелые веса, то конкуренция в боевом самбо меньше. Но поверьте мне, что получить медаль на крупном международном турнире по боевому самбо все-таки не так просто. Это заслуга оригинальных школ, не только школу самбо. К нам в сборную попадают и рукопашники, и представители других видов борьбы. И мы знаем прекрасно, насколько сильно развиты единоборства среди мигрантской среды в России. Это тоже большая почва. Это намного доступнее, чем заниматься спортивным самбо. Спортивное самбо – это все равно классический вид спорта. Очень много надо внимания уделять, начиная с питания, заканчивая режимом спортсмена. В боевом самбо очень много значений имеет дух спортсмена, адреналин, общее, скажем так, видение. И много больших тренеров у нас в Кыргызстане. Например, призеры мира наши по боевому самбо, они с удовольствием идут заниматься к Александру Войнову. Для того, чтобы, ну, следующая цель у них попасть в какие-то там престижные кубки по боям без правил, да, вплоть до UFC. И поэтому огромное количество желающих заниматься именно боевыми искусствами. А спортивное самбо – тяжелый труд, да. Более классические. Дистанции до результата намного дольше. Желающие стать олимпийцами, они, естественно, следующим этапом для себя видят олимпийские виды спорта, такие как джудо. Те, кто ощущает серьезную конкуренцию в джудо, например, могут приходить к нам. Поэтому я считаю, что спортивное самбо – это просто более длинная дистанция для, скажем так, для более традиционных школ, таких как советская школа самбо, да. А боевые искусства в том виде, в котором мы сейчас видим, гораздо доступнее. Там меньше запретов. Например, спортивное самбо теперь в связи с олимпийскими признаниями очень строго с понятием допинг. Многие турниры по боям без правил проводятся без контроля допинга. То есть без надлежащего, скажем так, медицинского ухода. Ну, такая вот простая ситуация сегодня. Как президенту федерации здесь вам понравились итоги соревнований? Ну, всегда нравится, ну, как опытные тренера называют это, турнир прошел без насилок, да. Все равно это боевой вид спорта, да. И когда турнир проходит без насилок, все очень рады. А это может достичь только повышение мастер-спа спортсменов. То есть уровень вырос. Раз травм меньше, значит уровень вырос, да. Это не может не радовать. Это, конечно, радует. Ну, я уже от начала, в начале нашего разговора, что в этом году, в отличие от прошлых лет, мы не находились в отборце спорта до часу или до двух ночи. То есть определенное количество спортсменов было. Я так понимаю, вы вначале провели отбор по регионам, чтобы выявить сильнейших, которые выступят на республике. Да, несколько лет назад мы приняли такое простое правило, что ограничили количество участников от областей. Потому что раньше, ну, это как на шоу «Голос» мог идти человек и записаться, и пойти вот, ну, это нормально, да. А сейчас мы ограничили, потому что в тех условиях были участники очень неопытные, да. А это, как следствие, всегда заканчивалось травмами. Потому что, ну, более опытный, он прикладывает усилия как к равному себе, да. А получалось, ну, не очень хорошо. Поэтому мы несколько лет назад ограничили вот количество участников из регионов, да. А теперь мы еще добавили простое новшество, добавили еще один соревновательный день. Теперь у нас соревнования проходят в три дня, как это положено по правилам международного ФИАС. То есть нашей головной федерации международной самбо. И ничего такого оригинального, мы просто следуем правилам ФИАС. Теперь давайте вспомним прошлый год, 2021-й. Можете вы подвести, коротко так сказать, итоги 2021-го года? Итоги 2021-го года, ну, незаметные они, конечно, но для нас очень приятные. Мы были на Кубке мира в третьей в командном зачете по спортивному самбо, а не по боевому. Да. Мы обеспечили, ну, на чемпионате Азии, поскольку он не так далеко был, в городе Ташкент, мы пошли за массовостью, чтобы побольше спортсменов из регионов приняли участие в столь престижном турнире, да. И тогда у нас команда состояла из 70 человек, потому что одновременно проходил чемпионат Азии и по молодежи, по юношам, и среди взрослых, и женщин, да. И по боевому самбо включительно. И мы повезли 70 ребят, не все дошли до пьедестала, да. Но показали хорошую борьбу, набрались опыта, опять же увидели, как должен устроен быть хороший, качественный турнир. Были, хороший у нас год был, и за исключением участия в чемпионате мира. Не получилось чуть-чуть, да? Нет, у нас традиционно много медалей именно представители боевого самбо приносили. А тут у нас произошла смена поколений, это раз. Во-вторых, мы ввели в строгие антидопинговые правила. И сразу несколько первых номеров у нас не смогли дальше выступать. По одной простой причине, что они не проходят антидопинговый контроль. Перестали к нам приходить из других видов боев без правил. Которые просто, ну как, скажем, временные участники наших турниров. Потому что, опять же, ужесточился контроль. Да, мы по этому поводу не переживаем. Качество растет. Уже на международных турнирах соперники из Киргизии, ну, не считаются легким соперником. Да, а были времена, что, ну, люди при жеребовке радовались, когда на нас выходили. Да, такие времена тоже были. Ну, слава Богу, эти времена прошли. В этом году что ждет наших самбистов? Какие старты? В этом году, ну, первое, в первую очередь, это, конечно, ну, турнир, посвященный кавалеру Ордена Красной Звезды, Виталия Гордеева. Он будет 35-й, юбилейный. Мы постараемся его провести на очень высоком уровне. Почему? Потому что это единственный, скажем так, он, турнир не единственный, но вот такого уровня. И чтобы 35 турниров подряд, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии нам не разрешили его провести, такого уровня это один из сильнейших в мире турниров. И поэтому мы приложим все усилия, чтобы, ну, в мае точные даты еще не определены. Мы сейчас говорим с Министерством культуры и спорта. Следом за ним сразу у нас идет чемпионат Азии. Чемпионат Азии пока в календаре он стоит в Бейруте, но есть много слухов, что его переведут в Казахстан. В связи, опять же, там, ну, с логистикой, мало рейсов летает из разных удаленных, тоже к Азии, да. И за наши заслуги, вот, последних лет, Международная Федерация Самбо доверила нам провести Кубок Мира. Кубок Мира, мы надеемся, пройдет 19 августа в городе Челкуната. Да, будут сильнейшие команды, все уже заявились, самые сильные команды уже подтвердили свое участие. Да, следом идет у нас чемпионат мира, который по плану пройдет в Ашхабаде. Да, сейчас мы с интересом смотрим за событиями в Ашхабаде. Там наметились президентские выборы, да, и, я так понимаю, единственный кандидат – это президент Федерации Самбо Туркменистана. Скажем так, лидирующий кандидат, да. Потом еще один появился оппонент, сейчас два кандидата, сын. Это уже внутреннее дело Туркмении, это мы уже туда не будем касаться. Ну вот, Сердар, он на сегодняшний день является президентом Федерации Самбо Туркменистана. Ну вот, наверное, традиция уже в Монголии у нас, за мной руководитель. Я надеюсь, что это просто совпадение, да. Так вот, на сегодняшний день вот такие вот у нас турнирный календарь, очень-очень плотный. Кроме этого, мы уже с начала года провели пять детских турниров. Да, вот сейчас, вот буквально скоро мы еще один детский турнир совместно с фондом «Гармония» будем проводить на базе спортивного комплекса «Динамо». Кроме этого, есть в календаре чемпионат мира среди школьников, есть чемпионат мира среди студентов, да. Но это уже как бы не основные мероприятия, но желающие могут принимать участие, да. Турниры будут интересные, школьники будут проходить на олимпийской базе в Армении. Студенты, по-моему, где-то в Восточной Европе, вот, может, в Сербии или там Болгарии. Ну что, желаю в этом году удачи нашим самбистам, удачи федерации. И в завершении разговора здесь вот можете пару слов сказать телезрителям. Ну, уважаемые телезрители, ну, мы продолжаем трудиться на этом поприще, да. В этом году мы очень большое внимание будем уделять именно развитию детского и женского самбо, да. У нас девушки показывают хорошие результаты. Вот, например, лидер нашей сборной уже трехкратный призер мира. И делаем это все ради спорта, ради здоровья наших граждан, да. У нас в гостях был президент Национальной Федерации Самбо Кыргызской Республики Азиз Ибраев. Спасибо, что пришли. Азиз. Вам спасибо. До свидания. До свидания. А сейчас наша традиционная рубрика, из которой вы узнаете о новостях Карвин Спортклуба. Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Карвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Недавно здесь прошел чемпионат Карвин Клуба по фитнесу в категориях «Мистер Фитмен» и «Леди Фитнес». В ходе соревнований каждому участнику было необходимо выполнить пять упражнений. В мужском виде программы участники были разделены на четыре возрастные группы. В итоге в соревнованиях возрастной категории от 17 до 35 лет первое место занял Ма Мие. Второй результат показал Андрей Зинченко и замкнул тройку призеров с Адам Солымбеков. Среди участников от 36 до 45 лет победителем турнира стал Эргазы Сейдалиев. Второе место досталось Олегу Ситикову и бронзовую награду завоевал Ахмед Губар. В турнире среди спортсменов от 46 до 55 лет первое место занял Эдуард Шулико, а второй результат показал Тахир Гафуров. И в возрастной категории 55 лет и старше на верхнюю ступень педестала четвертый год подряд поднялся директор Карвин спортклуба Самсон Балян. Вторым призером стал Абибилла Кудайбердиев. И бронзовая награда досталась Садину Аэльчиеву. В состязаниях среди девочек отличилась Русалина Русских. Второе место заняла Аиша Юбурова и третий результат показала Анита Наими. В соревнованиях среди представительниц прекрасного пола в возрастной категории от 31 года до 40 лет победителем чемпионата стала Жанна Исмаилова. Второе место заняли Фатима Даурова и Лариса Щидер, набравшие равное количество очков. И замкнула тройку призеров Айланыш Султанбаева. И в возрастной категории от 51 до 60 лет победителем соревнований стала Гульнара Садыгалиева, а второе место заняла Жанат Ибрагимова. В абсолютном первенстве звание Мистер Фитнес завоевал Эдуард Шулико, а звание Леди Фитнес удостоилась Жанна Исмаилова. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных. Субтитры делал DimaTorzok